Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот недалее, как вчера, я снимала видеоролик, где я рассказывала, как можно побороть тлю, когда очень большое количество, когда буквально она оккупировала весь огород, просто женщина написала, что и тыквы, и кабачки, и огурцы, всё облепила тля. И я вот рассказывала о препаратах, говорила, что можно и фитовер, ой, фитовер мне не помог, и Актору, и Конфидор, Интоце, есть ещё Интовир, ещё не назвала, Искра, Командор, очень много средств, но если ситуация у вас ещё не запущенная, то вам могут помочь и народные средства, потому что в последнее время люди всё чаще и чаще стали прибегать вот к бабушкиным рецептам, к проверенным. Казалось бы, сначала, когда вот это изобилие всяких вот этих препаратов, инсектицидов появилось, все обрадовались, о, как просто, раз, обрызнуло всё. Но с годами люди поняли, что вот эту химию не нужно, конечно, сильно, чрезмерно увлекаться ей. И снова мы возвращаемся к бабушкиным рецептам, а именно, всю жизнь, испокон веков, когда раньше не было всех этих препаратов, с вредителями боролись мыльным раствором. В прошлом году я снимала видео и показывала зольно-мыльный раствор, рассказывала, как его делать. Там золу кипятим, добавляем мыло и опрыскиваем. Но в этом году у меня зола закончилась, я уже сказала. И я хочу применить чисто мыльный раствор и хочу сказать, что он тоже работает. И это всегда было очень давно, очень многие его используют, особенно те, кто выращивают экопродукты, кто не хочет химией засорять свою землю, свои растения. Сейчас я вот как раз готовлю и решила вам тоже вкратце рассказать, как будет, ну, из чего будет состоять этот раствор. Самый простейший раствор можно приготовить, это просто мыло и вода. Только мыло, конечно, для того, чтобы его же брусок не растворится, его нужно потереть на терке, вот чем я сейчас занимаюсь. На терке потереть, горячей водой развести, чтобы оно разбухло, хорошо потом перемешать. И я начала уже готовить с утра, обрабатывать буду вечером. Я сейчас натру, залью горячей водой, поставлю, оно все разбухнет. Будет легче растворить, я потом размешаю за это время, остынет она, остудится. И для того, чтобы в жука перелить, я еще, конечно, процежу. Потому что если вот эти вот кусочки мыла останутся, они, во-первых, не только могут засорить распылитель, но они могут сделать ожоги, хотя нам кажется безопасное такое мыло хозяйственное, но это щелочная среда. Рецептов вы можете, дозировок, увидеть много в интернете. И пачку мыла, две пачки мыла на ведро. Я, как вот всегда, почти всегда делаю такой рецепт. 300 грамм на 10 литров. То есть, если вот эта вот магазинная 200-граммовая пачка мыла, есть большая такая, полторы вот этой пачки мыла вы и затрете, и 10 литров воды, все. Можно вот такой простой рецепт. Можно туда добавить чуть-чуть сыворотки, она тоже создает пленку. Некоторые добавляют чуть-чуть масла растительного, она тоже создает пленку, вот эту защитную на растениях. Но я ничего не добавляю, я буду делать просто мыльный раствор. Сейчас расскажу про мыло. Мыло лучше всего брать самое-самое дешевое, которым мы никогда мыться не хотим. Вот это вонючее хозяйственное мыло. Ну не вонючее, но такое, которое без отдушек, без парфюмерных. У меня вообще самое шикарное мыло. Видите, город Бийск написано. Это мыло изготовлено специально для того, чтобы рабочие на заводах мыли руки, отмывали свои грязные руки. Вот оно идеально подходит, но в магазинах такого мыла не продается. Это специально изготовлено для предприятий. Вы можете взять любое. Как выбрать? Выбирайте самое дешевое. Самое дешевое, которое без бумажной упаковки, которое просто нарезано грубо кусками, хозяйственное мыло, вот это вам идеально подойдет. Я сегодня буду делать не 10 литров, а 5, поэтому я сейчас изширкаю всего 150 граммов мыла, залью 5 литрами горячей воды. Все это разбухнет, все это отстынет. Вечером отфильтрую, через марлю процежу и буду вечером поздно опрыскивать свои томаты. У меня на томатах появились какие-то маленькие черненькие мошки. Я не знаю, ну их очень мало, конечно, еще, но я хочу вот этим мыльным раствором одновременно создать пленочку на листиках томатов, чтобы они, может быть, они будут что-то высасывать, там сок, не знаю, что они будут делать. Вот этот же рецепт идеально подходит для тлей. То есть, если у вас нет такого массового нашествия, если вы вообще не знаете, есть у вас тля или нет, делают иногда профилактические вот такие опрыскивания. Ну как работает этот метод? Вот я читаю комментарии и удивляюсь. Вот одна женщина написала, ну обвиняя меня в том, что я рассказываю эти рецепты, но не знаю, как научного обоснования этим рецептам. Ну этим вот рецептом. Один даже написал, у вас же нет медико-биологического образования. Ну мне даже смешно, неужели у всех огородников, которые получают хороший урожай, которые знают вот по своему опыту все эти проверенные рецепты, неужели все должны иметь медико-биологические образования, чтобы знать научное обоснование. Вот про этот метод я скажу. Одни говорят, что мыльный раствор создает вот эту пленочку такую невидимую, которую не может тля прокусить своим тоненьким хоботком. Другие говорят, что вот этот вот мыльный раствор закупоривает ей дыхательные пути тли, она задыхается, умирает. Понимаете, но мне не важно, какое научное обоснование этого метода, как он работает там на молекулярном уровне, на биологическом, как там происходит распад молекул, что там отравляется. Мне главное, по своему опыту я знаю, что этот метод работает, поэтому я его применяю, и поэтому, раз я уже говорила вам, что буду показывать все, что я применяю у себя в огороде, и поэтому я его показываю. Некоторые говорят, транслируете всем, а сами не знаете, что это и как работает. Я никого не заставляю повторять, просто я говорю, что есть такой народный метод, народный способ, бабушкин метод, которым очень-очень много десятилетий люди пользуются. Это мыльный раствор. Отпугивает вредителей, не дает тле присасываться, высасывать сок, не дает, даже говорят, что от паутинного клеща помогает. И в одной из статей я читала, что возможно, даже вот такой раствор щелочной мыльный может предотвратить появление грибковых заболеваний, может сдерживать вот эти болезни. Но научного обоснования я не знаю, сдерживает правда или нет. Я всегда говорю, опыты на своей делянке я не провожу, я просто вот делаю это и показываю вам все. Сегодня буду обрабатывать свои томаты мыльным раствором от мелких вот таких насекомых-вредителей, от черных мошек, от возможного появления тлей. И вообще просто отпугивать даже вот тех же паутинных клещей, потому что вот этот запах вонючего вот этого хозяйственного мыла, говорят, они не любят. И они там, где обработано мыльным раствором, они туда даже не заползают. Все. До свидания. С вами была Ольга Чернова. С наилучшими пожеланиями для вас, с пожеланиями хороших урожаев. Конечно, все хотим добиться хороших урожаев без применения химии, натуральными вот такими народными средствами. Если получится, то хорошо. Если не получится, то будем применять инсектициды. В крайних случаях они могут нас выручить. Все-таки отказываться от них полностью тоже нельзя. Все. Продолжение следует...